Добрый день, уважаемые коллеги! Мы хотели представить опыт работы, свой опыт работы. Сегодня моими соведущими будут педагог-психолог Екатерина Ивановна, Ирина Анатольевна, заместитель заведующего по воспитателям методической работе. Хотела немножечко рассказать, мы представляем опыт работы одного из детских садов. Мы структурное подразделение планеты детства Лада, города Тольятти. У нас 47 детских садов, так вот наш детский сад 171, он занимается с детьми с тяжелыми нарушениями речи. У нас большой детский сад, 22 группы, вот с такой вот, дети с такой нозологией. Ну что ж, я начну. Тему моей презентации вы видите на экране. Многие из нас, как правило, не задумываются о том, как работает наш мозг. Поэтому слова сенсорной и сенсомоторной интеграции кому-то уже знакомы, а кто-то об этом услышит сегодня первый раз. Такие заболевания, как перелом, корень или, скажем, плохое зрение, выявить очень легко. А вот причины трудности с учебой или плохое поведение далеко не столь очевидны. Такие нарушения нередко являются следствием неадекватной сенсорной интеграции в мозге ребенка. Мы, как детский сад, занимающийся с детьми с тяжелым нарушением речи и заиканием, видим нарушения в сенсорной и сенсомоторной интеграции дошкольника чаще и более ярко. У большинства детей, кроме основного нарушения, есть еще сопутствующие проявления. Это может расторможенно быть или наоборот гиперактивность, неловкость. Поэтому эта тема для нас актуальна, и наш коллектив детского сада начал с ней работать более активно. Обратим внимание на терминологию. Интеграция – это вид организации какой-либо деятельности, восстановления, восполнения, объединения частей в целом. Что такое сенсорная интеграция? Почему она играет важную роль в полноценной жизни человека? Данное словосочетание происходит от двух латинских слов. Вы видите их на экране. Термином сенсорная интеграция принято обозначать передачу центральной нервной системы в мозг информации обо всем происходящей с телом и окружающей средой. В большинстве людей она происходит автоматически. Поэтому считаем ее чем-то самым-самым разумеющейся, подобно, например, сердцебиению или перевариванию пищи. Давайте представим, что мы с вами держим апельсин в руках. Представили? Представили, какой он? Мы смотрим на апельсин, и ваш мозг пытается представить ощущение, сложить в единое целое информацию, полученную от глаз. Он оранжевый, верно? Апельсина, нос, понюхайте апельсин. Представим, что мы нюхаем, да? У него есть пахнет кожица. Мы воспринимаем цвет, форму объекта. Поэтому нам помогают мышцы пальцев и кисти рук. Мышцы суставов интегрируют. Он имеет вес. И благодаря этому мы узнаем снаружи, что корка апельсина рыхлая, гладкая одновременно, а внутри он влажный, ароматный. Здесь подключается жизненный опыт, верно? Сливается информация в единое целое. Формируется целостное восприятие предмета. Это просто апельсин. Полученное ощущение дает нам информацию о физическом состоянии нашего тела и об окружающей среде. Они текут в мозг, подобно рычагам, впадающим в озеро. Каждую миллисекунду наш мозг поступает бесчисленное количество кусочков сенсорной информации. Не только от глазу шеи, но и от всего тела. Мы обладаем также особым чувством, которое фиксирует действие силы тяжести, перемещение нашего тела по отношению к земле. Сенсорная информация собирается в кучку мозга. Итак, ощущения, говорящие нам о воздействии внешнего мира на тело, зрительный образ зрения, слух, вкус, вкусовые ощущения, запах, обоняние, прикосновение – это осязание, нахождение тела в пространстве и в его движениях, положение в движении – это проприорецептивные ощущения, сила действия тяжести, движение головы, врановесие – это вестибулярные ощущения. Когда ощущения текут одновременно и организованно, они интегрированы в мозг, интегрируются, и мозг может использовать их для формирования восприятия, поведения, а также для процесса обучения. Если же поток ощущений хаотичен, жизнь становится похожа на час-пик в дорожную ситуацию. Что же такое сенсорная интеграция? Это процесс бессознательный, происходящий в головном мозге. Мы не задумываемся о нем, как все происходит. То есть как дыхание организует информацию, полученную с помощью органов чувств, вкус, цвет, запах, прикосновение, движение, воздействие силы тяжести и положение в пространстве. Наделяет значением испытываемые нами ощущения, фильтрует информацию и отбирает то, о чем следует сконцентрироваться. Например, слушать внимательно педагога и не обращать внимания на уличный шум или шум за дверью. Позволяет нам осмысленно действовать и реализовать и реагировать на ситуации, в которой мы находимся. Формирует базу для теоретического обучения и социального поведения. Когда части работают слаженно, как одна система, мы сможем заметить сложности, как только сложность, в которой она появится. Сенсорная интеграция придает приобретенному опыту смысл, просеивает информацию, организуя ее и помогая ребенку сконцентрироваться. Она непрерывно протекает в центральной нервной системе, а также анализирует, каким образом нарушение обработки интеграции сигналов влияет на такие важные сферы жизни, как эмоции, игра, социальное взаимодействие, регуляция поведения, обучение в любительных навыках. Ребенок с нарушением интеграции нуждается в целенаправленном развитии, обработке сенсорных сигналов. Терапия должна быть специфичной для каждого вида нарушения. Абсолютно всем детям нужен сенсорный опыт. Например, вспомните, как первый раз мы маленькому ребенку дали в руку предмет или погремушку. Он при этом сидит на своем высоком стуле для кормления. Он случайно ее роняет, и вы тут же пытаетесь ее поднять и вложить малышу в руку. Итак, теперь ребенок целенаправленно роняет игрушку, ситуация повторяется бесконечное количество раз. Так вот, в этом процессе ребенок получает адаптивный опыт. Ответ. Бросает, следит глазами, игрушка падает, получает обратный ответ. И предмет. Конечно, ребенку с двигательными нарушениями или с нарушением зрения нужна будет дополнительная помощь специалисту. Чтобы дать дошкольнику необходимый сенсорный опыт, помочь изучить окружающую среду, схему своего тела, понять, как он может двигаться в пространстве. Следует присмотреться к поведению детей на детской площадке или в спортивном зале, наполненным оборудованием. Ребенок сам ситуативно выбирает те виды стимуляций, которые нужны для развития именно ему. Мы, взрослые, лишь можем дать ему возможность изучить потенциал собственного тела и сформировать адаптивный ответ. На сегодняшний день нашими педагогами разработаны и изготовлены разнообразные авторские пособия, сделанные из разнообразного материала, не требующих больших денежных затрат. Это игры и пособия помогают наполнить, насытить ощущениями, как ребенка, так и взрослого. Получить адаптивный ответ, сформировать полноценные механизмы для познания мира. А теперь давайте мы с вами представим. Готовы? Сейчас мы поэкспериментируем. Представим, что вы держите несколько горошин гидрогеля. Представили? Он холодный. Можно представить холодный, мокрый дождевой червь. Представили, что у вас на ладонях? Как вам? Можете написать, можете проговорить на себя, но, как правило, эти ощущения похожи. У большинства людей вызывает не очень приятные ощущения. Согласитесь? Как вы думаете, почему это происходит? Скорее всего, до 7 лет вам не дали опыта взаимодействия с этими предметами и с похожими ощущениями. Задумывались ли вы, почему не все взрослые, то есть, как вы уже взрослые люди, неприятно трогать холодные, скользкие предметы? Ту же мохнатую гусеницу. Так вот, ощущения можно уподобить пище для мозга. Они представляют мозгу знания, необходимые для управления телом и мышлением. Однако, если сенсорные процессы не упорядочнены, превратить ощущение и напитать мозг за другого человека невозможно, или за ребенка. Сенсорная интеграция формируется в утробе матери, когда мозг плода еще внутри матери, и он воспринимает движение именно матери. При рождении мозг подвергается риску, иногда во время рода младенца не хватает кислорода, а впоследствии это может сказаться на мозговых дисфункциях, нарушениях. Младенец подрос, уже научился ползать, вставать, только если мозг будет идти и развиваться активная сенсорная интеграция. Что и происходит в первый год жизни. Взрослые должны насторожиться, если малыш, например, не начал ползать, либо пошел, а только после этого начал ползать. Так вот почему же детство играет главную роль в данном возрасте? Несмотря на то, что все дети рождаются со способностью к интеграции, им все равно приходится развивать ее по-разному, взаимодействовать с окружающим миром и приспосабливать свое тело и мозг к выполнению задач, которые человек сталкивается в детстве. Примерно к 7 годам мозг ребенка работает как устройство для обработки информации. Это значит, что он воспринимает окружающие миры предметы и делает выводы о них, основываясь непосредственно на ощущениях. Маленькие дети не обладают развитым абстрактным мышлением и не ориентируют, не оперируют отвлеченными понятиями. Это как и своим телом, в соответствии со своими ощущениями. Их адаптивный ответ имеет мышечную или двигательную природу. Сенсорная интеграция необходима для движения, говорения, игры. Это фундамент более сложной интеграции. Чтение, письмо и адекватное поведение. Если первые 7 лет жизни организации сенсомоторных процессов идет должным образом, ребенку потом легче будет осваивать умственные и социальные навыки. Ребенок не может интегрировать информацию из ушей и глаз и тела, потому что не в состоянии получить адаптивный ответ на то, что он слышит или чувствует. Приобретая навыки взаимодействия с физическими силами, с многочисленными предметами, мебелью, одеждой, обувью, столовыми предметами, игрушками, карандашами и, конечно же, с другими людьми. Никто не в силах дать адаптивный ответ за ребенка. Он должен это сделать сам. К счастью, детям по природе свойственно получать удовольствие от всего того, что вынуждает их испытывать новые ощущения, новые двигательные функции. Нам не приходится заставлять их ползать или стоять, или карабкаться. Сама природа направляет действия ребенка. Взрослые, которые находятся рядом с ребенком, как раз должны максимально этому им помочь. Понаблюдайте, как ребенок обследует окружающий мир в поиске возможностей для своего развития и как снова и снова пытается что-то сделать, пока он не достигнет успеха. Повторяя многочисленные количества раз одни и те же действия, шлифуя таким образом отдельный взятый сенсорный и двигательный элемент. Сенсорное взаимодействие служит фундаментом когнитивных познавательных функций, которые развиваются позднее. Нам может показаться, что играя ребенок ничему не учится. Однако на самом деле это не так. Он учится учиться. Ребенок будет с трудом осваивать чтение, если хоть одна сенсорная система откажется обрабатывать символы, заполняющие страницы книги. Чем сложнее работает сенсорная система, тем больше можно научиться, тем легче пойдет учеба. Обучение начинается со знакомства с гравитацией, собственным телом. Узнавая, как сидеть прямо, трясти гремушкой, спускаться по лестнице, держать мелок, ребенок развивает способность мозга справляться с более сложными задачами. К 10 годам большинство областей мозга у большинства детей уже сформирован на сенсорный опыт. Он к этому возрасту завершается или почти завершился. У более старших детей и взрослых эти связи формируются уже не столь легко. Что же может быть причинами проблемы? Исследователи считают, что нарушения развития и трудностей в обучении у некоторых детей вызваны наследственной предрасположенностью. Другие считают, увеличенное содержание токсинов в окружающей среде, формирование нервной системы начинается в утробе матери, и в этот период мозг очень уязвим. Генетические факторы смогут сделать какие-то области мозга более уязвимы, чем обычно. У детей мало общающихся с окружающим миром и людьми. Сенсорные двигатели и интеллектуальные функции развиваются не вполне адекватно. Чем раньше мы распознаем сложности, тем больше шансов ослабить ее влияние на жизнь ребенка. Не следует заставлять ребенка делать то, к чему он еще не готов. Лучше подтолкнуть к выполнению посильных задач, предоставляя для него как можно больше возможностей. А вот как помочь ребенку и научиться ему осваивать свое тело, максимально включить в работу анализаторы, об этом вам расскажет наш психолог Екатерина Ивановна. Я ей предоставляю слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Я предлагаю рассмотреть психологические аспекты работы с детьми дошкольного возраста по развитию коррекции сенсорной интеграции. Для начала вспомним известную притчу. Про слона и слепых мудрецов. Она и иллюстрирует нам смысл нарушения сенсорной интеграции. Когда нет целостной картины, и информация об окружающем мире искажается. Вот как раз у ребенка с нарушением сенсорной интеграции картина мира и реакция на нее искажается. Чтобы ее лучше понять, вспомним, давайте, свои ощущения. Многие из нас болели коронавирусом, когда у нас повышалась температура тела, и мы воспринимали обычную температуру окружающей среды, как более холодную, у нас пропадало обоняние, нам очень мешал яркий свет, хотя он был обычным, и все звуки нам казались очень громкими. Вот это примерно то, что происходит с человеком, когда у него нарушена сенсорная интеграция. Именно нарушение обработки сенсорной информации лежит в основе многих особенностей в развитии детей, на которые обращают внимание педагоги и жалуются родители, приходя за помощью к психологу. Как же можно распознать нарушения сенсорной интеграции? Диагностика, профилактика, а иногда и коррекция нарушения сенсорной интеграции начинается с момента поступления ребенка в наш детский сад. И чем младше ребенок, тем эффективнее профилактика и минимальнее коррекция. Идеально выявить признаки трудностей до 3 лет и начать их устранение. Для раннего выявления нарушений родители, оформляющие своего малыша в наш детский сад, обязательно приглашаются на встречу с педагогом-психологом. Целью этой встречи является знакомство с ребенком и семьей. Результативнее, если такая встреча происходит до поступления ребенка в наш детский сад. А заинтересованные родители уже готовы предпринять профилактические и даже коррекционные меры. Учитывая особенности нашего детского сада, нам важно выявить историю развития ребенка до поступления к нам, причины возникновения трудностей и способы их устранения. Именно из рассказа родителей о малыше можно уже выявить его сильные и слабые стороны, мотивацию, тревожные моменты в развитии, а также помочь родителям принять и понять своего ребенка. В период пребывания ребенка в детском саду в ходе наблюдений за его поведением, на занятиях, в играх, при взаимодействии с пособиями, в общении со взрослыми детьми уточняется картина нарушений. И мы можем увидеть различные проявления дисфункции сенсорной интеграции. Рассмотрим, например, трудности и нарушения двигательного развития. Что мы можем увидеть? У ребенка с нарушенной дисфункцией сенсорной интеграции, в двигательном развитии можем наблюдать расстройство мышечного тонуса, быструю утомляемость, двигательную неуклюжесть, трудности в развлечении правой и левой сторон, особенно когда нет времени задуматься над этим, проблемы с использованием столовых приборов и карандаша. Как же проявляются нарушения обработки сенсорной информации? Они могут выглядеть как нарушение модуляции ощущений, и тогда мы видим у детей либо сенсорную повышенную чувствительность при таком нарушении, ребенок очень нежный и тонко воспринимает ощущения. Его могут раздражать обычные звуки, яркость освещения, он более разборчив в еде, всегда остро реагирует на незначительные травмы и ушибы. Как хрупкое яйцо, чуть дотронешься, и оно уже лопнуло. Сенсорная пониженная чувствительность. В таком случае дети часто медлительны, они не обращают внимания, куда садятся. Уровень их реакции на происходящее вокруг очень низкий, как у ореха, толстый в скорлупе. Поиск сенсорных ощущений. Ребенок с таким видом нарушения очень подвижен и активен. Он много прыгает, бегает, ударяется, все хватает, пытается все потрогать. Такие дети часто очень громкие, шумные, им всегда мало ощущений. Как будто стакан без дна. Сколько бы воды в него не лили, стакан никогда не наполнится. Всегда нужно туда добавлять. Следующий вид нарушений – это нарушение умения различать ощущения. При таком нарушении дети испытывают затруднения в переработке сенсорной информации. Например, им непонятно, насколько же нужно глубоко опустить руку в мешочек, чтобы достать из мешка игрушку. Или дети долго определяют, с какой стороны доносится звук и кто его издает. Двигательные нарушения – это постуральные нарушения, они связаны с тонусом. Такие дети как бы расплываются за столом, постоянно сползают со стула, не могут держать правильную осанку и ищут опору, когда стоят. Диспроксия – в этом случае дети испытывают трудности с координацией и не могут планировать свои действия. Педагогам важно внимательно относиться к подобным проявлениям ребенка и понимать, что, например, желание уединиться, общение с ограниченным кругом людей, избегание музыкальных занятий, боязнь различных прикосновений и отказ от некоторых видов пищи – это не только каприз за ребенка или недостатки его воспитания. Часто бывает, что это признаки нарушения сенсорной интеграции. Знание признаков и причин нарушений помогает нам определить пути развития и коррекции сенсорной интеграции. Для нормы типичных детей – это развитие и профилактика нарушений, для детей с ограниченными возможностями здоровья – коррекция. Цель работы с детьми – помочь адаптироваться им к особенностям собственного восприятия, научить их нервную систему адекватно реагировать на внешние раздражители путем уменьшения или увеличения сенсорных стимулов, адаптации окружающей среды и видов деятельности. То есть приспособление к болезненным раздражителям, то есть когда шумно, например, надеть наушники, найти тихое место. Если очень ярко, надеть затемненные очки или кепку с козырьком. Работать с сенсорными нарушениями важно потому, что они часто сводят на нет работу над другими проблемами – трудностями в речи, в обучении или в поведении, рассеянным вниманием, гипер- или гипоактивностью. Один из принципов методик для развития коррекции сенсорной интеграции – это использование нескольких органов чувств. Этот метод универсален. Он прекрасно подходит для работы как с нормотипичными детьми разных возрастов, так и дает хорошие результаты при работе с малышами с задержкой двигательного, речевого, интеллектуального и личностного развития, а также со слабовидящими, слабослышащими и глухими детишками. Для развивающих профилактические занятия с нормотипичными детьми в нашем детском саду используются такие методики и пособия, как Воскобовича и Зайцева. Они как раз и направлены на развитие, коррекцию и предупреждение нарушения обработки сенсорной информации. А в группах компенсирующей направленности проводятся специальные коррекционные занятия, так как дети со статусом ОВЗ имеют яркие признаки нарушения сенсорной интеграции. Занятия построены с максимальным использованием крупной и мелкой моторики ребенка. Коррекция происходит в игре, в движении, в собственной активности детей в режиме свободных динамических поз. Используются яркие, занимательные, многофункциональные пособия. На занятиях широко используются и специальные пособия, предназначенные для развития и коррекции сенсорной интеграции. Это чулок, яйцо, утяжеленное одеяло. Эти пособия помогают развивать одновременно три важные для полноценного развития ребенка системы. Вестибулярную, которая отвечает за поддержание равновесия. Тактильную, которая управляет кожной чувствительностью. И проприоцептивную, которая регулирует ощущение собственного тела в пространстве. Стимуляция этих систем дает нервной системе необходимую пищу для строительства базовых представлений о мире и себе в нем. Чулок. Сшит из специальной эластичной ткани, которая помогает совершать ребенку любые превращения и тренироваться. В чулке можно кувыркаться, кататься, играть и изображать любых животных и персонажей. Современные дети представляют себя в роли зомби, привидений, пришельцев. Любимые игры наших детей с применением чулка – это жмурки и поймай ладошки. Сквозь чулок они также любят рассматривать себя в зеркале. Для них он прозрачный. А мы не видим, кто там спрятался. Яйцо – это мягкий шарообразный мешок, в который можно залезть целиком одному или нескольким детям. Яйцо может стать для ребенка его персональным домом, гнездышком, пространством, где он чувствует себя в тепле, комфорте и безопасности, где он может остаться на какое-то время наедине с самим собой и сосредоточиться на своих ощущениях. В яйце легко осуществили те движения, которые казались невыполнимыми в обычной повседневной ситуации – кувырки, перекаты. Благодаря надежным ручкам пособие легко превращается в гамак или качели. Яйцо и чулок – это мышечные инструменты сенсорной интеграции, помогающие ребенку осознать себя по отношению к миру, почувствовать границы своего тела, научиться им владеть, снять напряжение и стресс. Пособие чулок и яйцо применяются на занятиях по сенсорной интеграции и нейрокоррекции для реабилитации и развития детей с различными особенностями развития. Утяжеленное одеяло эффективно при широком круге сложностей, вызванных или связанных с нарушением взаимодействия между мозгом и телом. Одеяло работает как сенсорный тренажер, увеличивает поступление в мозг информацию от рецепторов прикосновения и давления, которые находятся на поверхности внутри нашего тела. Спать под таким одеялом очень приятно и спокойно. Ребенок или взрослый ощущает себя в прочном окне, абсолютно защищенным и безмятежным. В нашем детском саду такие одеяла используются для укрывания детей во время дневного сна. Особенно ярко заметен его эффект на маленьких детях, которые дома спят с мамой, а в детском саду не могут уснуть самостоятельно. Одеяло им в этом помогает. Также помогает уснуть и дольше спать гиперактивным детям. Оно их успокаивает. Развитие и коррекция сенсорной интеграции в нашем детском саду не ограничивается деятельностью психолога. Совместно с воспитателями, логопедами и другими узкими специалистами обсуждаются результаты наблюдений за поведением детей и разрабатываются рекомендации и пособия для коррекции. Это большая взаимосвязанная работа всех специалистов. Таким образом, используемые в работе с дошкольниками специальные пособия и различные игры это одна из форм работы по развитию профилактики и коррекции сенсорной интеграции, нарушения сенсорной интеграции, по их здоровью, забережению и социально-коммуникативному развитию. Во время игр идет интенсивное развитие всех психических функций, расширяется кругозор, удовлетворяется потребность детей в игровой и двигательной деятельности, создаются предпосылки к самостоятельным играм. А сейчас я вас приглашаю посмотреть виртуальную экскурсию по нашему детскому саду. Добро пожаловать! Мы начинаем нашу виртуальную экскурсию по детскому саду Крепыши с улюбленной работой по речевому развитию. Детский сад ежедневно открывает свои двери и наведят с нормой развития и нарушением речи. Сегодня мы вам предлагаем посмотреть, какие условия созданы в детском саду. Перемещаясь по холам и коридорам детского сада, есть возможность с ребятам остановиться, поиграть в крестики-нольки, в шашки, совместить цвета радуги, разложить мозаику на магнитных обоях, погладить кошку, потрогать слона, исследовать разные поверхности ракушки, шишки, дерево, камни, ткани. Мы постарались сделать интересным для детей, а это детское определение сенсорной интеграции. И начнем наше знакомство с группой раннего возраста. Здесь для малышей созданы оптимальные условия и гибкая образовательная среда с учетом индивидуальных особенностей. Дети имеют возможность познавать окружающий мир через разные виды детской деятельности. Дети обучаются и развиваются в движении. Изготовленные педагогами авторские игры и пособия способствуют стимуляции и развитию тактильных, зрительных, слуховых анализаторов, а также мелкой и крупной моторики. Мы внимательно относимся к функциям сенсорной интеграции и тем самым помогаем малышам стать счастливыми. Возвращаем вас в среднюю группу, как и в следующей направленности. Мы предлагаем вам вместе с детьми совершить путешествие необычное в обычном. Действия с песком, бумагой, природным, бросовым материалом позволяют дошкольникам познавать окружающий мир в выборе. Детям от природы свойственно получать удовольствие от того, что вынуждает их испытывать новые ощущения и развивать новые двигательные пути. Приглашаем вас в старшую группу для детей с общим и доразвитием речи. Групповое пространство насыщено и разнообразно, постоянно меняется в зависимости от лексической, темы о предпоставленной педагоговой задаче. Если дошкольникам отмечаете недостаточность процесса переработки сенсорной информации, то они не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты. Они воспринимают их фрагментно, выделяя лишь некоторые признаки. Все это затрудняет процесс коррекции речи и социализации обучающихся. Поэтому в систему коррекционной работы мы включаем элементы сенсорной интеграции. Любая деятельность, будь то выкладывание мозаики, игра с лопачками, с балансирами, помогает ребенку сконцентрироваться, упорядочить ощущения, полученные о разных органах чувства. Мы с вами находимся в подготовительной школе группы с детьми с нормой в развитии. Убирая способные цветные колпачки, тактильное лото, орешек и ложки, дети приобретают сенсорный опыт. Упорядочивая ощущения, которые в дальнейшем будут ими использованы. Ребенок учится фильтровать информацию и отбирать то, на чем следует в данный момент сконцентрироваться. Например, слушать взрослого, не отвлекаться на шумку руки или за окном. Одним из элементов развивающей среды является технология «Говорящие стены», которая развивает различные сенсорные ощущения от прикосновения, рисования или приклеивания. Это игрительная, маркерная, этровая, магнитная поверхность. Подобранный материал развивает восприятие и представление о внешних свойствах предметов. Их форме, свете, величине, запах. Тактильное взаимодействие с объектами способствует развитию крупной и мелкой моторики обеих рук. Сенсорное развитие стимулирует полноценное развитие интеллекта. Мы постараемся показать и расцветить условия для развития сенсорной интеграции в детском саду для детей с ограниченными возможностями и нормой. Уважаемые коллеги, добрый день. Меня зовут Ирина Анатольевна. Я представлю вашему вниманию опыт работы нашего детского сада по использованию педагогами методов сенсорной интеграции в образовательном процессе с дошкольниками. Так как детский сад номер 171 Крепыш является центром речевого развития, следовательно, вся работа строится с учетом данного направления. На слайде вы видите пирамиду Вильямса и Шелленбергера. Это основа развития любого ребенка. Она показывает, насколько все обучение зависит от нижних слоев пирамиды. Пирамида нам наглядно иллюстрирует, что развитие обучения ребенка идет снизу вверх. Мы видим прекрасно, что сначала идет центральная нервная система. Это основа развития человека. И на ее базе строится все остальное развитие ребенка. Мы придерживаемся градации сенсорного развития Урунтави Галины Анатольевны, которая выделяет три периода. Нас в большей степени интересует раннее детство и дошкольный возраст. В детском саду ведется системная работа по облагощению сенсорного опыта, чувственного опыта и создается специальная развивающая предметно-пространственная среда, которая стимулирует органы чувств. У детей с тяжелыми нарушениями речи зависит от многих сенсорных процессов речевые функции и замедленность их развития и дезинтеграция негативно сказывается на общем ходе психического развития. На каждом этапе сенсорного развития воспитатель играет свою роль. На этапе накопления сенсорного опыта воспитатель создает среду для полноценного развития малыша. Собирая пирамидки, матрешки, сортеры, ребенок подбирает, соединяет предметы и их части соответственно с признаками формы, величиной и цветом. В группах раннего возраста для стимуляции тактильной чувствительности педагоги предлагают малышам предметы разной фактуры. Тактилики, например, это разнофактурные сенсорные шарики, которые развивают мелкую моторику, яркие цвета способствуют развитию зрительного восприятия. Мягкие цветные кубики из высококачественной ткани и мягкого наполнителя, что позволяет им быстро и абсолютно безопасно быть безопасными и абсолютно интересными для развития. Удачно подобранный размер, цвет и звук развивают мышление, координацию движений и совершенствуют методику нежных пальчиков малыша. Ребенок выполняет игровое манипулирование, трогает руками, сжимает, гладит и бросает. Предлагаем ребенку порисовать цветными мелками на грифельной поверхности. Качалка мостик способствует развитию вестибулярного аппарата и чувство равновесия. Многопункциональные пособия сенсорная улитка и тактильный коврик. В группах раннего возраста используется мягкая педагогика Лыкова Ирина Александровна, автор МОК. Через мягкую педагогику ребенок приобретает сенсорный опыт. Для этого в группу вносим большое количество разнообразных тканевых воспутков, плисовых, гладких, шифоновых, шершавых, тряпичных кукол, пеленашек, через которые ребенок получает сенсорный опыт, накапливает сенсорные впечатления. Шитые из ткани муфы, муфты из ткани и меха, они очень полюбились нашим детям. Ребенок ощупывает двумя руками одновременно предмет, который находится внутри муфты и называет его. Рыбки большие и маленькие, которые тоже имеют разное наполнение, тоже детям очень полюбились. Изготовленные воспитатели игр с гидрогелем под пленкой, где ребенок перекатывает пальцами шарики в игровой сюжетной форме, рисует цветные картинки мягким пластилином под пленкой. Настенные бизи-борды помогают в развитии у детей сенсорики речи-логики и мелкой моторики. Уже к старшему дошкольному возрасту обследование приобретает характер экспериментирования, то есть от внешних практических манипуляций с предметами дети переходят к ознакомлению с предметами на основе зрения и осязания. Здесь роль воспитателя заключается в объяснении детям, какие обследовательские действия можно производить с предметами. дети выполняют обследование исходя из поставленной воспитателем познавательной задачи. С помощью тактильно-двигательного восприятия складываются первые впечатления о величине форме, расположении предметов пространства, качестве используемых материалов. Рука служит органом осязания. От синхронности движения пальцев обеих рук, точности и целенаправленности движений, последовательности перцептивных обследующих действий зависит полнота и правильность образа воспринимаемого предмета. Получая определенные ощущения от взаимодействия с предметами, дети сравнивают, подбирают определения, в том числе слова-антонимы тяжелые, легкие, твердые, мягкие, сухой, мокрые, холодные, горячие и так далее. актерская игра тактильная домино это игра в паре, где дети на ощупь ищут дощечки одинаковые по цвету и фактуре, затем воспитатель предлагает усложнить игру и искать пару уже с закрытыми глазами, используя повязку для глаз. Поговорим о развитии тактильно-двигательных ощущений. Тактильные образы объекта формируются посредством прикосновения, ощущения давления, температуры и боли. Они возникают в результате соприкосновения объектов с наружными покровами тела ребенка и дают возможность познать величину, упругость, плотность или шершавость, тепло или холод, характерные для предмета. При тактильной дисфункции, если у ребенка низкая сенсорная чувствительность, необходимо использовать игры с пластичными материалами, пластилином, тестом, глином, предлагать ребенку помять, отщипнуть, надавить, размазать, скатать шарик, рассказать колбасу, разрезать ее на куски. Выкладывание узоров из шишек, семян фасоли, арбуза, дыни и других материалов используется в работе. Также эффективна песочная терапия. Для развития зрительно-моторной координации детям предлагается прессовать пальцами или палочками на световой песочнице одной рукой или двумя руками одновременно. Игры с сыпучими материалами. Игры на развитие тактильных ощущений оказывают большое влияние на эмоциональную сферу формирования внутренних ощущений. Во время игр с так называемыми грязными материалами развиваются сенсорные ощущения. Ребенок учится чувствовать окружающий мир через тактильный контакт. Воспитатели проводят игры, направленные на развитие обоняния, когда ребенок вдыхая учится различать разнообразные запахи окружающего мира. Упражняя вкусовые рецепторы, ребенок учится различать разные вкусы. Кислые, сладкие, соленые, горькие, пресные и так далее. В музыкальных центрах групп находятся диски с разными звуками, живой и неживой природой, мелодиями, песнями, детскими музыкальными инструментами. Звучащие игрушки, издающие звук, способствуют развитию слухового восприятия. Зрительные и слуховые ощущения развиваются при подборе музыки. Дети ищут одинаковые звучащие коробочки, наполненные разнообразным содержанием. Это может быть игорок, фасоль, рис, кофе. И от шума в коробочке стимулируется слух ребенка. Также мы используем в работе с дошкольниками обучение в движении. Напольная игра девятиклетка способствует развитию координации, ориентировке в пространстве. Педагог с детьми закрепляет такие понятия, как форма, цвет, размер. Из конструктора знаток можно собирать сотни схем. Собранные детьми устройства могут подавать световой, звуковой сигнал, двигаться и выполнять другие действия. Таким образом у ребенка стимулируются и развиваются тактильные, слуховые, зрительные, анализаторы. Занятия с роботом Ботли помогают детям развивать двигательные навыки, включая координацию рук, глаз, баланс, ловкость и многие другие. Учитель-логопед также включен в работу по сенсомоторной интеграции, так как освоение родной речи это закономерный, сложный и многообразный процесс и длительные довольники, то тесно мы связаны с сенсомоторным развитием ребенка. Сенсомоторная сфера как базовая интегративная сфера психики обеспечивает ребенку опыт непосредственного познания на ранних этапах антогенеза. мы используем технологию говорящей стены, которая способствует развитию зрительно-моторной координации детей, тактильные ощущения. Ежедневно дети рисуют, пишут, размещают на разных текстурных поверхностях картинки, схемы, алгоритмы, модели в соответствии с изучаемой темой или проектной деятельностью. Упражнения разливают координацию глаз и рук, и также мы используем электронные игры с сайта Мерсиба. Для развития сенсомоторной интеграции мы в коридорах детского сада разместили разнообразные пособия. Дети имеют возможность потрогать, сравнить, расставить элементы, соединить части, назвать текстуру, цвет, описать свои ощущения от прикосновения. Данное настенное пособие выполнено из спилок, веток, деревьев, камней, ракушек, каштанок, скорлупы грецких орехов, морских звезд, сосновых шишек, пробок, бусин и другого материала. Дети на деревянные панели выкладывают из деревянных палочек узоры, фигуры по картам, схемам, используют настенное пособие цвета радуги. Украшением украшением детского сада авторское настенное пособие тактильные слоны, которое выполнено из пробок, декоративных квадратов, кружков, скорлупы грецких орехов, кожи, ткани и шпагата. В работе с дошкольниками педагоги используют кинезиологические упражнения. одновременно рисование двумя руками фигур с точками на прозрачной доске, плетение косичек и на межполушарных досках ребенок одновременно перемещает пальцы по желобкам, по спирали к центру и обратно. Инструктор по физической культуре проводит занятия разные упражнения по развитию сенсиматорной интеграции. Это ходьба по балансировочным цветным почкам, ведение мяча палками, упражнения крабики и прыжки по дорожке следов в синхронных паре под ритмичную музыку. Скалолазание, лазание по зацепам, при лазании у детей развивается ловкость, цепкость, выносливость. В бассейне также дети используют разные упражнения, игра разноцветный круг с дырками, дети подныривают, ощущают сопротивление воды и понимают, что движение в воде труднее, чем на суше. Пособие катапульта развивает координацию рук и ног, дети упражняются в умении наступать на край доски с определенным усилием так, чтобы мешочек с песком прилетел точно в руки. Усложнением является поймать мешочек в обруч, обтянутый тканью. Метание в стену летунов разных разноцветных комет, это теннис мячик, обшитый тканью с хвостиком. Дети бросают, то держат за сам мяч, то за хвостик, и ощущения получают различные от траектории полета. Балансирование на изогнутой доске, влево и вправо, руки на поясе. Ребенок учится переносить тяжи своего тела то на правую ногу, то на левую, сохраняя при этом равновесие. Балансирование вперед-назад, руки за спиной, балансирование с упором на руки и ноги или стойка цапля с мячом на голове. Усложнение с закрытыми глазами. Упражнение с маленькими мячами, одновременно с двумя руками, отбивание пол, подбрасывание вверх, элементарное жонглирование, лазание по стенке по геометрическим фигурам. Прыжки в мешке, через ней раскакалку. При вестибулярной дисфункции педагоги проводят с детьми упражнения закручивание, раскручивание на качели кокони, вращение на диске здоровья, прыжки на батуте, упражнения на разных балансирах. В качестве усложнения используется балансировочная доска с желобком и металлическим шариком, который надо прокатывать по желобкам, задавая траекторию движения. Упражнения на балансирование на фитболе. При низкосенсорной чувствительности мы используем роликовые массажеры, утяжелители, утяжеленные одеяла, массажные коврики. Используем растирание тела жесткой мочалкой или щеткой, если нет противопоказаний. Музыкальные руководители также используют метод сенсиматорной интеграции на своих занятиях, используют метод и прием нейровокала. Родители являются субъектами образовательной деятельности и мы используем разные формы работы по включению их в образовательный процесс детского сада. Ознакомление родителей с организацией работы по сенсиматорной интеграции происходит как на стендах детского сада, фотоколлажах посредством транслирования видеофильмов по телевизору и в холле детского сада и в соцсетях ВКонтакте и в Однокласснику. С какими детьми применяют метод сенсиматорной интеграции вы можете видеть на слайде и кратко обобщив все вышесказанное мы видим, что нельзя сформировать представление о предметах и явлениях урожающего мира развивать речь, если не сформирована база для ее развития, которая является сенсиматорной интеграцией. И это еще не конец, мы работаем, у нас еще есть много перспектив, потому что тема необъятная, тема глубокая и мы еще будем в нее погружаться. Представляем вам список литературы, содержание которой показалось нам наиболее интересным, и список поможет вам применять в работе с детьми по развитию сенсиматорной интеграции. И сейчас я предлагаю вашему вниманию посмотреть ролик о наших детях благодаря узким специалистам нашего детского сада дошкольники изучают свое тело. и все приглашаем вас в мир музыки и звуков, движений и эмоций, которые являются мостиком в получении детьми ощущения посредством разных анализаторов. Работа с дошкольниками по сенсиматорной интеграции проводится в системе всеми специалистами детского сада. Метасенсорная интеграция в работе учителя-логопеда, педагога-психолога, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя и воспитателя детского сада полагает стимуляцию всех органов чувств, направленную активизацию познания, развитие всех старецов, речи и введения через сенсор. На коррекционных занятиях педагог-психолог широко используют специальные пособия, предназначенные для развития и коррекции сенсорной интеграции. Чурок, яйцо, утяжеленное одеяло это мощные инструменты сенсорной интеграции, помогающие ребенку осознать себя по отношению к мирам, прочувствовать границы своего тела, научиться им владеть, снять напряжение с трасси. При вестибулярной дисфункции инструкторы по физической культуре проводят игры и упражнения катакульта, метание мячиков, ходьба по балансировочным кочкам, прыжки на ней раскакалки, вращение на качели и коконях, прыжки на батуте и упражнения на разнообразных балансирах. Дети используют любой вид активности, разные поверхности, чтобы сформировать кирпичики или броки, которые потом лягут к пунктаме более сложных и зрелых этапов развития. КОНЕЦ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...